Выбор помещения для фермы микрозелени. Погнали! Расскажу, какие параметры, на что нужно обращать внимание, когда вы решили делать ферму микрозелени. Есть нюансы. Это не просто так. Начнем с самых первых, ребята. Вот я сейчас нахожусь в помещении микрозелени. Сейчас расскажу вам. Первое. Близость к вам, ребята. Я живу тут на машине ехать 5 минут. Это очень удобно. Не надо брать помещение, до которого ехать час. Каждый день час туда, час назад кучу времени потратили, просрали. А время это дороже денег, сами понимаете. Второй параметр. Доступ. Вот я вышел на улицу. Вот я машиной подъехал. Вот она ферма. Все. Нет там какого-то доступа по времени. Нельзя. Праздник. Не заходите. Какой у вас бизнес? Что значит не заходите? Мне предлагали такие помещения, но доступ ограничен. В определенное время, в определенные часы. Но это секс, сами понимаете. Следующий момент, ребята. Доступ к вам физически. Вот видите, я могу заехать сюда. Я могу прямо открыть ворота. И заехать ворота. Да успокойся. Вот какой тут у меня бульдог. Сейчас мы про соседей тоже поговорим. Это очень важно. Легкий доступ к помещению. Мне как-то предлагали помещение. Я такой, ну хорошо. Они, ну вот машина тут паркуется, тут будете грузиться. И пошли. И идем. Один коридор, второй коридор, лифт. Едем. С лифта вышли. Идем еще. Я думаю, не, стоять. Не подходит. Я говорю, все, я дальше не иду. Он смыслит. Ты что, помещение не хочешь смотреть? Я говорю, не, я не буду смотреть. До него уже далеко идти. Мне уже не подходит. Ну представляете, ребята, это не петрушку вырастить раз в два месяца и вынести за один раз. Это каждый день у вас посев. Каждый день у вас практически выдача продукции. Каждый день вы что-то заносите. Каждый день вы что-то выносите. Вы офигеете, если сильно большое логистическое плечо от машины, которая привезла что-то или что-то увозит до вашей фермы. Учитывайте это. В Одессе на втором этаже я сделал лифт, потому что они говорят, ну вот по ступенькам спускайся. Да, но ступеньки скользкие, зима, дождь, работники поломали себе ноги. Короче, тоже нафиг надо. Учитывайте вот этот маршрут. Думайте про своих сотрудников. Потому что они-то будут носить два километра зелий, но они скажут, мы устали еще работников, еще работников. Поняли? И вы будете всем им платить за то, что они бегают туда-сюда. Зачем? Если сразу можно найти помещение, которое удобное. Дальше переходим к соседям. Вот видите сосед какой у меня, смотрите. Вот это мой сосед. Я уже его подкормил. Подкормил ему, дал покушать, но он еще пока что-то не совсем добрый, но уже, видите, стоит негавкая. До этого он прям там задыхался на меня. Сейчас уже как-то меня слегка переваривает. Вон кореш его на цепи. Ладно, про соседей. Желательно, чтобы рядом не было каких-то вонючих производств. Ну там, допустим, мебель делают или покрасочный цех автомобилей. Поняли? Что-то вот такое с ярким запахом. Потому что микрозелень напитывает в себя запахи. Реально. Я один раз покрасил в соседнем помещении пол, я не знал этого. Да думаю, в соседнем помещении не в этом. Потом мне рестораны жалуются, шеф, у тебя зелень с каким-то химическим привкусом. Я ее пробую. Действительно вкус краски. Представляете? Я выкинул почти что всю зелень. И даже молодая успела напитаться. Я молодую ем, которая еще прорастала. Чуть-чуть вкус краски чувствуется, но уже вдалеке. Представляете, как впитывают? То есть, учитывайте это. Соседи, на вроде, нормальные. Тут жилой дом, тут жилой дом, никаких производств нет. Все как бы хорошо. Потом, смотрите здание. Чтобы было не как решето. Чтобы никто в него не залазил. Какие-то решетки, какая-то охрана. Все же мир такой хрен его знает. Я вот нашел с решетками. Если бы не было решеток, я бы что-то думал. Ну вот. Сейчас заделаю все щели. То есть, поняли? Изоляция важна. По соседям вы поняли. Двигаемся дальше. Электричество. Важный момент. Нужно посмотреть, какой объем вам выделили. Тут у меня мало. Как это посмотреть? Показываю. Открываете главный автомат. Вон, видите, на нем написано. 50. Пишется в амперах. Кто не учился в школе, рассказываю. Мощность равна сила тока, умноженная на напряжение. То есть, если автомат на 50 ампер, мы умножаем на 220 вольт, получается 11 киловатт выдерживают эти автоматы. То есть, ваш максимальный порог 11 киловатт. Возьмете 11,5-12, автомат будет выбивать. Поняли, да, расклад? Но у меня ситуация тут похуже. У меня тут 110 вольт. Вот, минус этих стран. 110. И поэтому у меня всего лишь 5,5 киловатт. Это мало. Я буду проводить дополнительную линию. Но тут другие законы. Про это не буду рассказывать. Как вычислять мощность, вы поняли. Что если вам дали, там у вас на 15 ампер счетчик стоит, то это у вас там 3 киловатта вам дают. У вас только один кондиционер 3 киловатта будет потреблять. Какие-то тики, понимаете. Надо вот про это сразу думать, чтобы вы не начали делать ремонт. Вложились там конкретно. А в итоге вам не разрешают больше поднять лимиты. И что? Ну там солнечные панели, генераторы. Начнете лепеть горбатого к стенке. Я буду еще один счетчик проводить. Потому что мне нужно 220 вольт. С одной стороны плюс тебя не так сильно током ударит. А с другой стороны минус. Ты не повесишь мощный кондиционер. Надо в 2 раза больше ампер. Понимаете? Ампер это сила тока, толщина провода и он греется больше. Ну не будем залазить в это. Просто я когда-то электриком работал в шахте. Я под землей в шахте работал, ребята. Так, главное сильно назад не отойти. Чтобы к этому псу жесткому в пасть не прийти. Вот он все время смотрит. Но он красавчик, ребята. Что это за порода, напишите. Это питбуль или кто это, или смесь. Ну скорее всего смесь какая-то. Вот тут у меня соседи какая-то, стройка так. Я смотрю, какие-то бизнесы, СТО. Ребята занимаются, трогать не будут. То есть соседнее здание, а не налоговая администрация. Да если бы было налоговое, они бы поняли, человек начинает бизнес. Главное еще не очковать. Так, идем дальше, ребята. Желательно, чтобы закрывалось, чтобы поменьше лишних взглядов было. Вот это тоже я не люблю. Разговоры там всякие. Не афишироваться, что там, знаете, что я вот прибыльный бизнес, удачливый. Я там супер это. Не надо, ребята, так распространяться. Это я с вами делюсь, потому что вы мои коллеги. И тоже продвигаете вместе со мной тренд микрозелени. Это очень важно, ребята. Я плюс этому обучаю открывать фермы микрозелени. Вот сейчас я по своему курсу уже открыл свой курс. И по нему открываю ферму микрозелени. Потому что там все структурировано, удобно, понятно. И я ничего не пропущу. Как в помещении пахнет? Как вообще запах, ребята? Пахнет реглибками плесени. Тут, понятно, у меня жара, там это, плесени особо нет. Но если у вас есть плесень, придется с ней бороться. То есть надо будет покрывать стены, убирать, покрывать стены антигрибковой темой. Это отдельный вопрос. Напишите, если у вас к грибкам проблемы. Убрать все вот такие моменты надо будет. Чтобы ничего не сыпалось в вашу зелень. Вот это все пооткалывать и позамазывать. Но это уже я погнал про ремонт. Это уже другая история. Так, параметры помещения дальше, ребята. То есть посмотрите, даже если грибок есть, ничего страшного. Многие говорят, ну если в помещении грибок, нельзя делать ферму. Ребята, я в Одессе как-то на одну из своих ферм пришел. Ну, снимать помещение. Там просто цена была хорошая. И помещение подвальное, прохладное. Летом и теплая зимой. И стены были черные. Я говорю, а что это вы стены в черный цвет покрасили? Ну, арендатор. Он говорит, да не, они белые. Это просто плесень на дикстока, представляете? Это черная плесень на стенах. Я подхожу, пальцем действительно провожу. Палец черный, а там белая дальше снизу. Ну, типа гипсокартон покрылся плесенью. Настолько влажный. Я смотрю, в углах лужи воды стоят. Везде вода. И то я там переборол эту плесень. Есть варианты. Про это будут отдельные видео. Если интересно, напишите, как бороться с плесенью в помещении. Я расскажу, может, дальше в видео. Все. Наличие воды, ребята, очень важно. Чтобы вода была. Все. У меня есть. Истории из серии типа воды нет, но потом будет. Ты арендуй, заплати нам, подпиши контракт, а потом будет вода. Не, не. Сделайте воду, чтобы вода была. И тогда я арендую. Со светом то же самое, ребята. Эти обещания. Ой, извини, заболел человек. Ой, а мы не туда-сюда. Да, еще подожди, еще месяц-два-три, повози воду. Короче, не вписывайтесь в такие дела. Все есть, тогда плачу. Как говорится, утром стулья, вечером деньги. Не наоборот. Погнали дальше. Канализация, чтобы была, проверьте. Тут видите, какой в Мексике прикол. Вода всегда стоит в туалетах. Это еще мало стоит. И вот так они работают прикольно. Раз. И то. Китяхи улетели. Все. По большому счету это прикольно. Меньше черкашей. Ну, такая тема индивидуальная. Получается, сразу в воду падают и черкашей меньше. Реально, видите, черкашей нет. Ну, канализация есть. Электричество есть, я вам показывал. Вода есть. Окна не обязательно на ферме. У меня ферма была в Подмале, без окон. И все было чин-чинарем. Вот я себе уже рабочее место оборудовал. Все записывайте. Вот я все пишу. Что надо сделать, что купить. Когда по ферме ходите и планируете. Планирование очень важно, ребята. Планированием вы сэкономите кучу времени. Вот завтра придет ко мне работник. Я уже нашел первого человека. Важно, я сразу нахожу работника, потому что сам все не успеешь. И быстрее процесс двигается. Вот. И он завтра придет. И что? Я, а, да, я сейчас поеду, куплю. Я уже подготавливаюсь к его приходу. Он приходит. У меня уже веники. Веники, швабры, тряпки стоят. Ждут его. Что делать, я уже знаю. Я ему пишу. Плюс я такую доску сейчас заведу, на которой пишу задание. Потому что работники, они такие. Вы на словах ему сказали. Сделай это, сделай то. Все, все, все. Он, да, да, да. Я понял, вы шаг за дверь сделали. И он все забыл. Или из пяти ваших заданий только два запомнил. А я все на доске пишу. И вечером приезжаю, подхожу к этой доске вместе с ним, допустим. Я говорю, это сделал? Да, сделал. А это что не сделал? Отмазки, типа, я забыл, я не знал, нету. Вот записано. Понимаете, прикол? Сейчас я привезу эту доску. Взял его на работу, чтобы он сидел. Нет, чтобы работал. Ферм я уже много открыл, ребята. Прям уже со счета сбился. Для себя много открыл ферм. А другим людям я помог просто сотни ферм открыть. Очень много ребят по всему миру запустили фермы благодаря моему обучению. Кто-то не шел на обучение. Но я заметил, те люди, которые не шли на обучение, в итоге идут на обучение. Говорят, мы потыкались, помыкались, поняли, что информации не хватает. Я, когда начинал, не было никаких обучений. Я столько ошибок допустил, столько подводных камней нащупал. А каждый подводный камень – это ваше время, это ваши деньги. Это ваше время, это ваши деньги. И поэтому люди, которые понимают это, думают, да нет. Лучше пусть мне человек передаст опыт. Понятно, что опыт стоит денег. И плюс еще вы, когда на обучении, вы обретаете комьюнити. Ну, связь со мной, связь с другими фермерами. У нас маленькая тусовка такая студентов, бизнес-курса. Ну, поняли. То есть мы общаемся друг к другу, помогаем с разных стран. Там семена, то-се, какие-то вопросы задаем, делимся. Это очень важно попасть в комьюнити, а не в одинокого играть и думать, что я самый крутой. Нет, ну спору нет. Можете и сами открыть, но это может занять реально дольше по времени и дольше по деньгам. Я вас всех обнял, поднял. Двигаюсь дальше. Делаю ферму. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. Вы лучшая микрозелень бизнес. Вперед!